всем привет привет друзья а это выпуск сухой мы готовим уху из судака и щуки и потом будем ее делать битой часть оставим конечно ну как образец эталон а часть превратим в битую уху которая делается только в плесе и стала настолько популярны и туристы которые приезжают специально города чтобы попробовать кстати костромская область раньше было и вы специально видите из одели перчатки такие жаростойкие чтобы сейчас готовить будем настоящий что от настоящий от супа рыбного отличает все наверно знают если что напишите в комментариях мы попозже все равно скажем но вы можете уже написать давай у первым делом навар ну что запускаем да тут и судак и щука вот он сюда судак белоглазый видишь у нас идет первый снег вообще прямо символично очень здорово наконец-то уходит это такая унылая пора начинается ухтюшки сидят голова дядька тещей называл щук так ну что и икру да туда нам повезло у нас икра с бонусом щука так туда мы еще что закидываем целую для хорошего ароматного бульона нам нужны корешки у нас сегодня от укропа и зеленого лука отправляем туда мы их перевязали чтобы они не разбежались у нас туда же отправляют целую луковицу и порезанную кружочками морковь большую кстати морковь три штуки у нас их было много потом будет картошка еще лавровый лист перец перец все и соль вот видите как мы хотим показать вам настоящую картинку тихо раздувая дым паша снимает вам заставочку ребята на какие жертвы нам приходится идти ради красоты и ради того чтобы вам наш контент зашел поэтому ставьте лайки пишите комментарии и колокольчики до колокольчики переходите по ссылкам в описании в общем активничайте помогайте развивать нам наши каналы мы стараемся и у нас получается такой древний лицерс щитом от казана когда косить поле нечем стоишь над казаном и косые мышцы живота прорабатывать аромат говорит означает то что мы сейчас будем солить фиксация запах такой обалденный вообще потрясающе но пахнет той самой битой уходит что мы закладываем оставшуюся картошку ингредиентов у нас осталось немного нам нужно лавровый лист соль мы же ее отыграли да да соль мы столовую ложку сверху нам уже даже больше сюда больше на мне кажется 23 надо так и картошка картошка и перец горошка так немного картошки у нас нас в основном будет конечно бульон осталось немножко минут на 10 да мы можем выбрать часть рыбы и пусть она остывает для битой ухи мы ее чтобы могли отобрать от костей давай хорошо часа за тарелку можно и с костями можем провести эксперимент заодно и проверить будут чувствоваться кости или нет мы же воссоздаем тот самый рецепт они кстати мне говорили что в костями нам так и не ответили на вопрос как это делали раньше когда не было блендеров и как я тебе и говорил мое предположение что раньше это просто протирали через ситы скорее всего таким образом самые крупные кости оставались на сити а то что не мешало есть суп пить его точнее стакана посмотрели кадры кадры ухи вот из тумана голову такую блендером точно не перемеем нам остается еще немножечко подождать и переходим к финальной части здравствуйте ну что судака возьмем да естественно ничего того большого да сколько козан литров слушай ну тогда спокойно хватит до прививалась можем щукой совместить давайте небольшую щуку и 1 судака действие тёщи хорошо царская щука странские наш набор вы на море уловите данный кастрон это водохранилище не волга к это творческого до хранилища есть и там где мы вчера переезжали к структу типа тесном остре это старые руслы реки костром перегорожены дамбой и зато взяли в деревне там огромные такие сейчас вообще просто да и для этого здравствуйте нет это не для себя как профессионал снимаем хвалим кострому призывал гостей а что если что об этом ссылочку скину вы будете радоваться и за кострому и за всех асси маше нельзя то есть ясь вот это здоровенный здоровенный вот этот вот туда коробку сединиться мы наших наших возьмем Везя и трех литров. Давайте с удочка еще. Да видно, видно. У нас, правда, есть люди, которые профессионалы по копчению, но мы... Тогда они нас отнимают. Тогда давайте мы с вами делаем хорошего с удочка нахудшим. Давайте. Как первым покупать. Так, 1218-1600. 18 рублей скидка, да? Мне нравится. Только остромская скидка у нас. Я вас понимаю. Еще рыба. Я все собираю. Спасибо большое. Так, ну что, мы с тобой огурцы пробовали? Да. Музыкальную паузу. Их мы оценили. Ну, в общем, с этого и начали. Да. Отложили рыбу, чтобы она остыла, и чтобы мы как раз ее подготовили к битой ухе. Сейчас мы ее разберем, она охладится. Остынет, и мы ее пробьем блендером. А сейчас мы будем пробовать. Чтобы ты с пустыми руками не уехал, вот тебе это грузди в банке. Сметаны должно быть много. Я готов. Держи, пробуй. Я тебя жду. Давай. Я ложкой. Я ложкой. Все, это вы вилками. Свечи. А, москвичи. Все, давай. Ну, ничего варить не надо. Пришел, нашел, засолил. Не, ну как варить не надо, это же не свежие. Не свежие? Их не подваривают перед этим? Их солят там, ну, в общем, бомба, да? Давай я тебе подарочки подарю. Топлен. Хотел подарить. Бывушное топленое масло. Класс, Костромское. Сырок. Сырная моя душа. Да, сырная душа. Хреновину. Сделать. Помидоры с хреном. Шашлык. Соль. Черная. Костромскую черную. Держи. Ну и тебе понравилось варенье. Шишковое. Спасибо большое. Это для Анжелики специально. Капитал в поле чудес получился. Смотри, чего еще. Мы с тобой брали двойленя. Натуральное копчение. Дваленя. Этот сейчас попробуем здесь. Судак. Ну это нам прямо из-под прилавка, можно сказать, первым. Да? Да. В Москву ехал не с пустыми руками. И это... Ну это ясь. Это ясь. Вот он ясь. Смотрите, ребята. Кто приедет в Кострому после этого ролика, на центральном рынке, в рыбном отделе, можно купить вот эту и свежую рыбу, и все, 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 все можно купить. И огурцы, и грузди, и масло, и сыр, и капусту, и все натуральное, костромское. Все нужно брать на центральном рынке. Но, есть и в других местах, но... Тут проверено. Да, тут уже, как бы, можно сказать, что там гарантия есть. Спасибо тебе большое. Я не адепт рынка центрального, я просто костромич, который знает, где брать нормальные продукты. И сейчас мы еще и закусим с тобой это. Капусты. Это линь линя, линем закусим. Как этот... Вся рыба местная. Мне зато пить не пьет, а говорит, а все закусывает постоянно. Как вот так брать? Угу. Вот этот хребток просто взял и как раз пошел. Ну, пресноводная рыба, видно. Красивая она, видно. Но очень вкусно. Не пересолено, да, такая? Да, плотное мясо. Ну, чтобы сейчас на сухо довариваться, и мы сейчас укроп. Добавляем зеленушку. Зеленый лук. Водку. Да, особенная. Рюмка водки. Подарил, так сказать, автор. Исполняет автор. Рекламировать не будем, но мы уже почти все сказали. Тут все, видишь, по последним с QR-кодом все. С QR-кодом, да, очень модная водка. Для чего это? Вот мы задавали вопрос, мы сейчас снимаем уху. Ну, заканчиваем ролик с ухой. У нас еще есть ролик с ощами, с костромскими. Там свежая капуста, лощатина-кабанятина. В общем, полный фарш, полное, это надо обязательно смотреть. А водка нужна для того, чтобы она стала ухой, чтобы рыбный суп стал ухой. Нужна, первое, природа. Костер. Костер. Водка. И полено, которое мы сейчас тоже закушим. И про рыбу-то забыл. А? Про рыбу-то забыл. Ну, рыбу-то, естественно. Да. Ну вот. Рыбу мы отобрали. Я забираю несколько картошек для нашей битой ухи. О. Она сварилась. Напиталась. Морковку будем брать? Конечно. Морковки. Давай бульон сразу. Да. И чистого бульона. Еще один, я думаю, хватит. О. Мне нравится. Из какого-то дыма, темноты. Раз, что-то достает. Так, ну что, подожди. У нас с тобой не настоящая получается. Да, нет. Это мы для битой отложили. А теперь все для клача. А что битая? Битая не считается, что ли? Не, не. Надо сделать так. Смотри. Мы вот это вот выкладываем туда. Ага. Здесь у нас укроп и зеленый лук. Да, укроп и зеленый лук. Забираем. Подожди. Можно вот так, они же чистые. Хитрые. Обмакнул в горячий бульон и мне. А, да. Не, не, нормально. Не, он не успел, я же знаю. И сколько у нас тут? 30 литров. Что, оставшиеся дадим? А что ей будет? Да, я думаю, выпарится. Да пребудет с нами. Вы видели? Слава, это было видно? Это было... Видно, что бутылка пустела. Значит, не зря. Чтобы никто не сказал, что это не настоящая уха, блин. Я умею варить уху, ребята. Пахнет как надо прям. Да. Все, пока она настаивается, измельчаем битую уху и возвращаемся за этой? Конечно. Выглядит, я бы не сказал, что так мега-мега выглядит. Ну, прям как в стакане было. Да, как в стакане. То есть, 100%. Молча и очень торжественно. Гостью. Гостью обязательно нужно первому. Ну, как мы вчера попробовали. Давай оцени соответствие. По аромату 100% попадание. Я тоже буду. Я не удержался. Тогда я жду. У меня такая судьба, когда я снимаю с кем-то совместный выпуск, я это делаю, я пробую это последним. У меня бывает обычно раз все съели уже, а я еще только стою и радостный такой. Ну, чтобы опробовать. Конечно. Только я сначала посолю. Ну, знаешь, такой способ? Да. Вот такой. Не такой, а вот такой просто. От плеча. Костромской способ, древний костромской способ. Это он и тащил вас. Он тут к нам в составе туристической группы приезжал и немножко так, знаешь, дополнил. А так вообще костромичи вот так сидят. Раз. Костромской солю, кстати. Это, как говорится, на глаз соседу так. Да, ну, а с ним так. Песня. Мы это сделали, ребята. Вы видели этот жест? Эту короночку? А? Нормально. Очень похоже на вариант из Плеса. Но лучше. Там за счет сама, то, что они говорили, две рыбы, пожирнее ощущается. Вот Слава даже не смог доесть, потому что ему жирно было. А чисто из белой рыбы, из речной, прям, мне кажется, то, что нужно. С зеленым луком и укропом. Это... И водочкой, естественно. Очень отлично. Ребята, готовьте по нашему стиханому рецепту, а мы его исполнили, добавили, улучшили. В общем... Сохраняем традиции. Сохраняем и проумножаем традиции. В данном случае еще и проумножаем. Да. Это вообще вещь. Ну, как обычно, да. А настоящую уху пойдем пробовать? Сейчас пойдем еще пробовать настоящую уху, поэтому не уходите. Мы пока сейчас чуть... Погреемся. Ну, тут меня прямо подколвашил, потому что уже первый снег выпал, уже довольно прохладный. Ну, ты как раз в тему. В сторону туда финской ухи со сливками, которую как раз готовят в теплое время. А у нас своя плеская уха для теплого времени. Очень приятно, что мы первые на Ютьюбе воспроизвели эту такую вещь. Спасибо тебе большое. Мы еще не прощаемся, мы просто в восторге. Да. Пойдем еще сейчас наложим себе обыкновенные ухи. Давай вот в белую, да? Да. Тарелочки. Погнали. Прямо оттуда. Пошли оттуда. Все, видите? Сто процентное соответствие, ребята. Чтобы никто не говорил, что это не настоящая уха. Все на природе. Тихо, давай, лови. Если что, я ничего не вижу. Куда фига, туда дым. И крупный, мало. Я буду с икрой ездить. Класс. Закрывай. Да, ну, я думаю, наши подписчики поняли, что битая уха делается из обыкновенной настоящей ухи. Только путем перемалывания и перебивания ее. А для этого мы должны попробовать сначала исходный продукт. Исходный продукт. Да. На камеру, так сказать. Это идет у нас как по скриптам. Да. Идеально. Вообще. Слушай. Хорошее, отличное ухо. Все сварилось и проварилось. И смотри, вот этим куском микра, прямо мешком. Ястык. Да. В общем, это базовый рецепт для тех, кто не хочет заморачиваться. Если хотите удивить гостей, поддержать традицию города Плес, готовьте битую уху. Да, я еще скажу одну вещь. Плес, это сейчас Ивановская область. Но, когда-то это была Гостромская губерния. И всего сто лет назад ее перевели на территории новообразованной Ивановской области. Поэтому это исконно русские костромские места. И традиции совершенно идут именно оттуда. Поэтому я, когда вы приехали, первым делом повез вас туда. Чему я очень рад. В том, что история есть такая. Я очень рад, что я приехал, доехал. Настоятельно рекомендую пройтись по тем местам, где мы были. Попробовать то, что мы пробовали. Потому что это действительно вкусно. И стоит отложить себе частичку этого в память. Но мы с тобой еще встретимся обязательно. Еще приедете летом. Обязательно. За два дня все не обойдешь. Я вам должен показать и лосиферму, и по центру погулять, и по Волге прокатиться. То есть у нас есть еще чем заняться. Поэтому приезжайте к нам летом. Будет много времени свободного. И день будет не такой короткий, а будет значительно длиннее. Может быть даже в поход сходим куда-нибудь. Еще на природе что-нибудь приготовим. До скорых встреч, друзья. Пока-пока. Пока-пока. Ну вот они. Многие вещи просто скупаются местными людьми, у которых есть деньги. Просто ремонтируются, восстанавливаются и так далее. Там часовня какая-то, да, по-моему? Вот это вот та, которая она говорит. Деревянная, да. Деревянная, это та церковь, которая у гидов есть, естественно, истории, которая, она как бы привезена из другого места. Та, которая находится на картине Левитана, она вообще, она вообще, она вообще, картина написана в другом месте. Ну, то есть, там на самом деле, если посмотреть эту картину «Вечный покой», то там место совершенно другое. Там, по-моему, какое-то озеро вообще. И это не Волга. Но картин много здесь написано, именно вот Левитаном. Ну, за образцы какие-то элементы, наверное. Вот это вот заводь, и вот вон его дом стоит. Там, где как раз он останавливался у Софьи Кувшинниковой. Вот это заводь, как раз тут лодочки стоят, все прочее. А там, может, под мостом на Волгу, да? Да, да, да. Ну, не на яхте, конечно. Нет, я видишь, там маленькие. На катере, да? Ну, я думаю, со временем они мост здесь сделают и на яхте, может быть, как на Санкт-Петербурге. У них денег много, поэтому они развиваются. Сейчас пока просто есть деньги куда тратить. Здесь недвига выросла колоссально. Недвижимость, отели начали строиться. И домик, там какой-нибудь сельский домик в нормальном месте, может, и 9 стоит, и 10. Нет, это очень перспективно хорошо. Вот у меня дедушка очень любил. Он у меня в Роскосмосе работал, поэтому профессия закрыта, из страны особо выезжать никуда нельзя было. И все его развлечение строилось вокруг поездок на теплоходах, там до Карелии, еще куда-то, Волга, Золотое кольцо. И все эти города будут в хорошем состоянии, это же прям целое достояние для таких прогулок и экскурсий будет. Здесь останавливаются. Они, кстати, сделали вот такую пристань. Здесь останавливаются и вот этот флагман нашего речного флота Мустай-Карим, новый корабль подходит, и водоход, вот компания «Водоход» здесь постоянно стоят, и по день, и по два, и, по-моему, даже по три дня почему-то стоят. Ну, они отсюда в ближайшие города, наверное. Ну, они вот ходят здесь, здесь же есть музеи разные, вот там картинная галерея есть, то есть здесь пока пройдешь все это так вот, ну, плотненько они делают, и кафешечки, и все, и просто тут просто остановиться, понимаешь? Вот просто вот гонка такая. Перевести дух. Да, взять, выдохнуть, и уже хорошо. Таких мало городов на самом деле, хотя должно быть много. И Углич, и Плес, и Юрьевец тот же самый. Ну, то есть красные на Волге тоже, вот это тематическое. А здесь зимой лед встает? Здесь очень плохо встает, даже в самые холодные зимы, только по краям. Здесь быстрее, у Волга сужается, она здесь необычная. Активная. Да, и большой-большой ток, и глубина довольно большая. И поэтому здесь не очень хорошо лед встает. Ну, то есть таком, чтобы зимой туда-сюда, там на снегоходах переезжали, такого, наверное, не было. Это надо либо выше, выше Волгореченск, спуск воды теплой, либо ниже, но надо проезжать края. Мы когда сюда, я же много на снегоходах катался, мы всегда проезжали вот тем самым берегом и уходили с противоположной стороной, чтобы не попадать вот в эти быстрые. В прошлом году было очень холодно, мы сюда приезжали с Лиськой, просто у нас здесь отмороженные фотографии, вот такие просто вообще. Мы добежали сюда бегом и обратно. И лед было где-то минус 28, леда не было. Не было, не было. Вот там вот за углом как раз кончается Костромская область, вот это вот Граф Карьера, и Костромская область кончается, и идет уже Ивановская. А дорога идет, очень красивая дорога, вот высокие места, церкви, заводи. Я там, правда, ездил всего один раз до самого конца, вот по всей этой территории. И там очень интересные места. Нет, но здесь, конечно, красивые места. Здесь корабли, баржи ходят, яхты, катера. Тут такие вещи очень-очень солидные, очень-очень солидные. Даже так домики на воде стоят. Вот памятник Шеляпинского фестиваля проходит. У нас съезжаются гости фестиваля. Ну, то есть совсем не требуют, а все так правильно. Мы читали, что он не успел здесь пожить, только успел купить. Он типа купил или построил сюда, а что не жил, типа Шеляпин? Ты никому не рассказывай. Помнишь, как анекдот про это? Это череп Петра Первого, когда ему было 3 года. А это когда 7 лет. А это когда 12. Вот, что, людей дурит. Пойдемте дальше, товарищи, чуть-чуть. Сувенишки, советский анекдот. Сейчас такое уже нельзя. Ну что, пошли в Кофеник, зайдем? Подписывайтесь на канал. ты хозяин ну-ка иди сюда на воспитание ну в общем вот такая вот история вот сейчас до левитана дойдем зайдем туда под погреемся и обратно дома а 7 окнах вон вверху да 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 у меня гости здравствуйте пришли на музей сакалича левитана это единственный музей художников россии вот здесь плюсе в этом маленьком городке на волге в котором и сакалич провел всего лишь три лета только три сезона вот так получилось что маленький плёс принес левитана настоящую славу и известность художник написал здесь на берегу волги более 20 известнейших картин осень мельница плёс после дождя плёс вечер молотой плёс болтаясь и слабо статей и обидели много-много других репродукции этих известнейших картин вы видите здесь первом зале нашего музея в картинах левитана плёс увидели люди и маленький городок стал место модных отдачников из москвы санкт-петербурга конечно же местом работа многочисленных художников недвижимость передвижников осматривали с такими окошками на волгу ну вообще красота да вкус есть слово о том что он не любил фотографичные картины мне кажется вот у него запечатлено вот я прям смотрел и как будто бы в фотошопе каждая деталь проработана не нравится мне вот эти вот там где это болотина интересно и вот этот товар для самых интересных картины но действительно именно с расстояния то есть поближе подходишь уже начинается видно живопись подальше и прям четкая фотография яблоневый лес яблоневый сад яблоневый сад больше всего мне вот это завод понравилось которая зеленая до 50 оттенков очень классно да я прям аж подошла да посчитайте так ты сюда приходит прямо вот сядут да там кофейка взял сюда сел да 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 то все вот так ходят если свадьбы судя по всему до отмечают ходе здесь здесь до сюда приезжают и фотографироваться и все 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 то сюда и на катерах ставят ставят гуляют здесь на дачу все поднимается то есть ну здесь делается вот зарождается и восстанавливается на вот эта культура когда как вот или там сюда приезжал сюда и прогулки на интеллигенция и они тут такие вечера устраивают летом тупо музыка ну то есть и культура ну да тогда это дачниками называли сейчас от туристов красиво у тебя здесь очень но прохладно и перекусить уже хочется сейчас пойдем есть битую уху ни у кого такого нет только здесь только здесь делают из Волжской Рыбы мы пошли здесь бьем битую уху москвичи в россию выехали видите вот местный абориген идет спокойно может даже танцевать вот как-то они вот видите привыкли по тверской то ходить где подогревается асфальт собянинский да ребята ребята это россия как говорил зеленовцы были бы у меня валенки они так не скользили поснимаю пожалуйста тут всегда играет шансон французский причем есть плюс вещь и шансон надо вопрос подписчикам задать может быть вы знаете я столько здесь живу ни разу не знаю если какой-то смысл давайте спросим это Тихон давай спросим у продавцов во первых рецепт битые ухи да а второе какие какую рыбу в углы леща. И как делают уху. Какое там тесто у треугольников? Я даже знаю, но мы спросим у них, вдруг они что-нибудь. Секретик тот самый. Разболтает, да. Тот самый настоящий плеский секрет. И еще вопрос. При чем здесь лещ, битая ухай и французский шансон? Все-таки. В общем, вопросов больше пока что, чем ответов. Попытаемся их разгадать. Время пошло, друзья, пишите лайки, пишите комментарии, ставьте лайки. Здравствуйте. Накормите нас? Добрый день, здравствуйте. Накормим. Все, нас накормят, здесь битый ухой. Нам четыре стакана. Хорошо. А в тарелке раете, нет? Нет, у нас не в тарелочках. У нас полноценный сваренный суп битый блендером бьется из стакана. А что за углы есть у вас? Ну, выпейте. Какие вы порекомендуете? Вы пекаем углы? У нас один угол с копченым лещом. С копченым лещом. Сколько лещей копченых? У меня как он снимает. Да, да, да. Четыре. Четыре стакана и четыре угла. Да. А как раньше пробивали уху, когда блендеров не было? Когда блендеров? Раньше у нас вообще не было. Ну, она же исконно русская или уже приобретенная? Современная, так сказать. Осовремененная. Вы из Плеса? Да. С детства эту уху ели? Нет? Ну, из блендера не ела. Из блендера нет. Значит, как-то делали по-другому? Ну, конечно, папу всегда. Мы-то с котле, рыбалки говорили-то. С кусочками была. Ну, классически. Скоро вас знать будет вся Россия и весь мир. Без привлечения. Это вам не какие-нибудь заезжие блогеры. Это серьезные люди, которые распиарят вашу убитую уху на весь мир. Вон, посмотри, сколько углов продали. 252 тысячи 477. Да, да, да. Это в конце мы щельчек заснимаем. В конце дня? В конце смены, да. Каск закрываем, заснимается щельчек у нас. Здесь, конечно, туристический поток очень большой, потому что проходят и на пароходах, и на машинах приезжают. И Иваново, Ярославль, и Кострома, Москва, естественно. Скажите, пожалуйста, а почему французский шансон играют? Это имеет отношение к Плёсу или вы его любите? А? Спасибо. Может быть, я приметь какой-то значительный, как нашему руководителю. Но музыка у нас очень нравится в гостях, очень необычная. Они говорят, что попадают в другое время, когда нас встречают. Это да, это да, это да. Это правильная музыка. Просто иногда получается французский шансон. Спасибо. Уха! Отличная была прогулка. Вкусно? Ага, как так? Очень вкусно. Это не мы готовили сейчас. Мы же сделаем после. Отлично, да. Вот. Отлично. Спасибо.